Он должен быть очень умным и перспективным. Или так, или никак. Или успешным. В целом, я считаю, что психолог нужен каждому человеку. Сколько людей, столько мнений. Ну что, то, что человек видит во мне, это же не моё, это его. Меня зовут Аня, мне 22. Я из Волгодонска. Я только закончила обучение в универе. Работаю. На кого училась? На журналиста. По специальности работаешь? Да. А где работаешь? На Волгодонском Вестнике. Ну, то есть, как бы, это твой осознанный выбор. Ты всегда хотела быть журналистом? Ну, на самом деле, нет. Просто у меня гуманитарный склад ума. И когда я думала, куда бы поступить, перешло осознание, что только журфак. Ну, а может быть, какой-нибудь педагогический момент? Педагогом себя не видела? Нет, нет. Не любишь детей? Нет, я люблю детей. Просто я думаю, у меня не хватит терпения. Я ещё занимаюсь бровями. Перманентным макияжем, моделингом. Планирую улететь в Индию через месяц. Очень интересно, в Индию отдыхать, либо по работе? На работу. На работу кем? Модели. То есть, тебя уже пригласили? Да. Ну, а что это за агентство? Ты точно уверена в этом агентстве? Потому что приедешь в Турцию собирать апельсины, а потом ты две недели будешь работать в баре «Пурпурная роза Каира» в Египте? Ну, это самое крупное агентство в Краснодаре. Поэтому я в нём уверена. Да, сто процентов уверена. А какие перспективы вообще к заработной плате тебе там обещают? Ну, пока ещё ничего. Просто нужно обойти кастинг и там уже смотреть точно всё. Конечно, я снималась. У меня были коммерческие съёмки в Краснодаре, платье такое. Ну, хорошо. Как ты относишься к тебе? Боюсь. Тебе такое? Ну, то есть, обнажённые фотосессии для тебя, это, в принципе, нормально. Ты ничего не видишь в этом зазорное? На самом деле, я уже пристала так сниматься. Это вот «Яловский прось» что ли? Да, 19 лет. 19 лет ещё хотелось так посниматься. Сейчас нет. Ну, папа был не очень рад. Я думаю, любой бы отец говорил, что голые фотографии его дочери в социальных сетях. Ну, так в целом. Кто запретит, если хочется? Не, ну, тем более, как бы, фотографии обнажён. Лично я в этом ничего плохого не вижу. Как бы, я не пытаюсь тебя как-то засадить, либо сказать, что это плохо. Но просто сама понимаешь, что ты принимаешь участие в проекте, который на площадках социальных сетей. И, следовательно, как бы, эта информация и есть. И также будут и комментарии по этому поводу, кто видел эти фотографии. Просто, чтобы сразу расставить все точки над «и». Ну, меня это не особо как-то волнует, если честно. Ну, то есть ты не переживаешь, что вот люди будут говорить по этому поводу? Нет, конечно. Я даже комментарии не читаю. Ну, поэтому я так думаю, что, ну, каждый творческий человек, он не должен так-то стесняться, в первую очередь, даже своего тела. Следовать на себе. Особенно, если оно красивое, а почему бы нет? Вот. Уже это же плюс. Хорошо. Кем ты видишь себя через пять лет и на какой должности, и какую зарплату бы ты хотела получать? Я вижу себя любящей мамой и женой, бизнес-вумен, зарабатывающей миллион рублей и больше. Бизнес-вумен в какой индустрии? Также в индустрии красоты? Да, наверное, я бы хотела открыть что-то свое. Одежды, например. Насчет приезда не знаю, потому что непонятно вообще, поеду я туда или нет. Вот. Но пока я здесь, думаю, не в Волгодонске, в Краснодаре. У меня нет парня. Никто не может меня ограничивать в своих действиях. Я за мной, парни, у тебя нет осознанного выбора? Либо тебе хотелось бы найти молодого человека, либо сейчас отношения это не про тебя? Наверное, я хотела бы найти хорошего мужчину. Но, опять же, наверное, не здесь, а уже в Краснодаре. Ну, отсюда вытекающий вопрос, какой твой идеал мужчины? Любящий, добрый, ответственный, мужественный, успешный, высокий, симпатичный, с голубыми глазами и темными волосами. Я вообще, в принципе, здесь достойных, такого, как я хочу, но я не особо их вижу. Ну, да, или они женаты. Ну, женаты. У тебя были отношения с женатыми мужчинами? Нет. Ну, откуда ты знаешь, что они женаты? Ну, познакомился с тобой мужчина, ты сразу, ну-ка, паспорт покажи. Ну, конечно. Сразу паспорт покажи? Ну, конечно. Да, знаете, сколько таких. Он должен быть очень умным и перспективным. Или так, или никак. Или успешный. Женщина, женственность, целеустремленность, дружелюбие, открытость, милосердие. Милосердие по отношению ко всем, либо какая-то определенная категория граждан, либо вообще определенная категория милосердности. К детям, к животным, к кружающему миру. Ну, то есть женщина должна быть, ну, ты сейчас это описала, такую тургеневскую, романтичную девушку. Ну, просто чтобы она была хорошей, женственной, нежной, не агрессивной. Ну, вот я так считаю. Я считаю, что девушка должна много зарабатывать, потому что я к этому стремлюсь, чтобы ни от кого не зависеть. Хорошо, конечно, если ты замужем, и муж богаче тебя, и тебя обеспечивает, и дарит тебе подарки. Вот. Но я считаю, что нужно стремиться, потому что это, прежде всего, личностный рост. Ты всегда будешь интересна себе и своему мужчине тоже. Да, я понимаю, что сильная женщина может оттолкнуть, но она должна быть сильной только в одной сфере карьерного роста своего. А с мужчиной мягкой, неженственной. Ты приходишь домой, ты расслабляешься. Тебе же не нужно ничего завоевывать, не нужно показывать характер. Это же, наоборот, классно, когда рядом с тобой сильный мужчина. Я умею готовить по рецептам в основном. Но у меня хорошо получаются панкейки. То есть любишь печь. Почему ты решила принять участие в конкурсе Мизблокна? Что для тебя вообще этот конкурс, а как пришло сознание, что ты именно в этом году, именно ты должна принять участие в этом конкурсе? Вообще, я думала и в прошлом году принять участие, но, видимо, созрела только в этом. Для опыта, потому что, наверное, это не последний мой. Конкурс красоты. Для того, чтобы получить какие-то эмоции, потому что в Волгодонске все так спокойно, тихо. Хочется какого-то движения. Приз — это классно. Буду честным. Хотелось бы, конечно, чтобы эта ленточка лежала у меня где-нибудь в комнате, как моя первая ленточка и первое достижение. Ну и корона где-то лежала рядом. И корона тоже, если вы ее мне оставите. Я считаю, что девочки могут дружить на конкурсе. Почему нет? Конкуренция не помеха. Ну то есть как бы то, что нужно выиграть и победить, это не помешает так же хорошо и сдержать отношения с другим. Ну если ты уверена в себе, то что тебе делить? Ну ты уверенна в себе человек? Да. У тебя всегда была эта уверенность, либо тебе нужно было ее приобретать каким-то образом? Да, я ее приобретаю, продолжаю приобретать с помощью психолога. Ты хочешь психолога? А с каких моментов ты начала ходить? Вообще причина твоего дохода к психологу? Ну это сложный такой момент, личный. Но в целом я считаю, что психолог нужен каждому человеку. Да, это плохо, что люди думают, что к психологу не надо ходить, и что это кто-то такой очень страшный, непонятный. Но это нужно для личного своего развития, для повышения своей самооценки, для проработки детских травм. Это нужно каждому человеку. И у тебя детская травма какая-то была, которую ты хотела проводить? Ну конечно, детские травмы у всех есть. Ну что, например, из детства пришло в твою сознательную взрослую жизнь, как травма? Вообще, все детство отражается потом на человеке, если это не прорабатывать. Мне сейчас сложно вспомнить какой-то такой момент определенный, да, и в общем-то он личный. Ну может, со сверстниками, с родителями, с чем это связано в первую очередь? И со сверстниками, с родителями. У тебя доверительные отношения с родителями? Нормальные. Нарушение личной границы это называется. Ну личные границы в чем? Они знают, как тебе лучше? Да. То есть они навязывают тебе свою модель проживания жизни? Ну и поэтому тебе хочется прожить свою жизнь и, следовательно, ты, видимо, ищешь пути отходов, в том числе и поездка за границу. Да, именно. Ну в принципе это тоже имеет место быть. Ясно. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к негативным комментариям? Тем более ты здесь прекрасно же понимаешь, что посыпятся комментарии, этапов будет много. Ну я их просто не читаю. И, ну, сколько людей, столько мнений. Ну что, то, что человек видит во мне, это же не мое, это его. Вот. То есть не зря человек скажет, вот я просто бывал психологом. Да, вы понимаете, вот психолог это вещь, ребят. Нужно ходить к психологу. Легче же просто с дивана что-то сказать, чем начать что-то делать. Есть что-то, что могло тебя, могло бы тебя сильно задеть, обидеть, ввести в депрессию, либо еще что-то? Какое-то слово, какой-то комментарий, какое-то действие? Любое слово. Потому что я очень чувствительная и ранимая. Поэтому я не читаю комментарии. Я могу вспомнить только одну позорную ситуацию. Я дружила с девочкой, у нее богатые родители. Вот. И она постоянно хвасталась, что у нее там что-то есть. Вот. И она говорит, вот, у моего папы там новая машина. Я такая, у моего тоже. Вот. И она такая, какая? Я говорю, рейнджер-ровер. Она такая, а какого цвета внутри? Я такая, черного. Она говорит, нет, вообще-то там только оранжевый цвет. Ну, короче, это было очень позорно. Я потом об этом думала, и это было стремно. И это было очень позорно. И это было очень позорно. И это было очень позорно. Продолжение следует...